Друзья, приветствую всех! Марк Фегин сегодня с нами в эфире. Будем говорить о насущном, об интересном, о том, что происходит прямо сейчас. Здравствуйте, Марк! Рад приветствовать, Наталья! Рад приветствовать всех зрителей канала! Ну, а я напоминаю вам, как всегда, не забывайте про ваши комментарии, ваши лайки, ну и, конечно, прости, господи, подписки, это очень важно, вы это прекрасно знаете. Кстати говоря, про подписки на канал Марка Фегина, который, как я знаю... А прости, не прости и вообще не подписываются. Думаю, что вам грех жаловаться, Марк. Все-таки я думаю, что подписываются, потому что вас любят. Я начну с того, что Bloomberg сегодня опубликовал такой рамочный договор по, так сказать, гарантии безопасности от ЕС. Но при этом первоначально план ЕС по выделению 20 миллиардов в течение четырех лет на оплату оружия для Киева как-то вот там застопорилось что-то или застопорилось. 5 миллиардов, говорят, еще как-то, но 20 чего-то нет. Особенно Германия как-то грустит. Вот в это время мы знаем, да, в Авдеевке гибнут люди. Мы знаем, что там усилилось количество ударов ракетных и так далее. Вот чем можно пробудить Европу? Вот смотрите, а в это время еще я вам скажу, что Россия, говорят, получила по меньшей мере там что-то такое под полтриллиона доходов за весь этот год с лишним в виде продажи сырья, на которые столько было, значит, санкционных мер, там, эмбарго и так далее. А еще в это время я вам хочу сказать, что продолжают быть заморожеными частью, корпоративной частью государственной активы, да, российской власти, российского олигархата, чиновничества и так далее, корпоративные, ну и государственные активы, которые там измеряются не десятками миллиардов долларов, а сотнями миллиардов долларов, да, которые бы закрыли с лихвой все потребности, которые есть у Украины, ну поскольку, собственно, она жертва агрессии и у нее разрушают, у Украины ее инфраструктуру, разрушают города, убивают людей, обстреливают ракетами и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, это все не айс выглядит, прямо скажем, да, когда начинают вот обсуждать, и вот нам тут, знаете, Венгрия возражает еще что-нибудь на этом фоне. То есть совершенно тогда непонятно вообще, как это все работает. Если 20 миллиардов это много, а там, условно говоря, сотни миллиардов, которые лежат недвижимым грузом, арестованные, это мало. То есть непонятно, как это все работает, потому что, повторяю, вполне за это время можно было создать механизм, при котором не надо было бы тратить деньги налогоплательщиков европейских, если о них идет речь, там, американских в том числе, а используют средства, которые Москва, естественным образом, хранит в Европе, в Америке, там, и средства ЦБ, и средства олигархов, и так далее, и так далее. Но, видимо, здесь какие-то есть причины, по которым вот это не осуществляются, меры, которые могли бы решить все проблемы и для Европы, и для Украины, естественно. И главным препятствием здесь является отсутствие политической воли совершать подобного рода акты. И как-то, вы знаете, в этом году как-то хуже стало. В прошлом году решимости побольше было. Вот у меня такое впечатление, да. Ну, может быть, какие-то и события параллельно происходят. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что, наверное, скорее всего, дадут эти деньги. Да, там, по частям, знаете, так сказать, а можно все сразу, как обычно, в известном произведении. Но вот то, что, понимаете, правой рукой чешет левое ухо, вот это вот для меня очевидно. Потому что тогда и вообще непонятно тогда, а агрессор должен нести материальную ответственность или нет. Вот пусть нам ответят на этот вопрос. Тогда вообще вся архитектоника меняется. Тогда, получается, можно безнаказанно и в том числе в материальном осуществлять вот подобного рода действия, да, ведущие к гибели людей, ущербу имущества, нанесению урона экономики. И, в принципе, кто-то должен изыскивать, как с этим решать, понимаете. Не сам агрессор это делает, а это делают налогоплательщики европейцы. Что, конечно, может вызывать некоторое, не знаю, возмущение, недоразумение, какое-то такое даже роптание. Но у вас же есть все для того, чтобы, в принципе, эти вещи делать, ну, более линейно, да, осуществлять это дискретно. Я думаю, что вот беда с политической волей, беда вот с этим пониманием того, что есть правда справедливости, что есть правильно, понимаете. Все время нужно какие-то делать, ну, какие-то одолжения, что ли, каким-то правилам, которые чаще выдуманы, да. Вот мы не можем, да как же так, мы вот заберем деньги, а какая у нас будет репутация и принципы, а какая у вас будет репутация и принципы, если вы будете потагать агрессорам, тогда вы сами распалите их. И завтра, когда вы в докладах пишете, что через 6-10 лет они нападут на Европу, так они нападут на Европу, видя вашу слабость. А видя эту решимость, они нападут на Европу, понимая, чем это, ай-яй-яй. Вот и, собственно, весь ответ, потому что здесь нет хорошего объяснения для них, для европейцев, для немцев, французов, всех других нету хорошего. Ну да, когда читаешь вот все эти там расследования досье о том, что, досье, по-моему, о том, что Виталий спокойно ремонтируется яхта Путина, хочется спросить, но вы же, вы же сами сказали, что он военный преступник, да, вы выписали ему ордер, друзья мои. Признали. И там, допустим, Словакия, Словакия говорит, что она все отдала вообще до копейки, она уже больше ничего не может помогать, а я, ну, просто вижу, сопоставляю цифры, что, например, частная помощь от украинского большого бизнеса, Ахметов дал 7 миллиардов на помощь ЗСУ, это сопоставимо с помощью, которую за два года дала Словакия, понимаете. И они говорят, что они отдали все уже, больше вот нет мочи. Поэтому, конечно же, это все большой вопрос, и так же, как и обсуждение интервью, несколько интервью дал Зеленский, они все концептуальны, и они все обсуждаются широко в прессе, вот Блумберг все время цитирует то, что там дали газете «Сан», вот, и то, что Блумбергу уже тоже давал интервью Владимир Зеленский, говорил о покушениях многочисленных, во что я верю, кстати говоря. Да, да, нет, в этом сомнении вообще никаких, кстати. Да, говорил о том, что российские спецслужбы постоянно здесь готовят переворот, во что я тоже не верю, как бы иронично к этому, кто не относился, ха-ха-ха, Майдан-3, это не для Путина, но то, что они здесь постоянно мутят воду и готовят переворот, это однозначно. Ну и, конечно же, о том, что он сказал, что мы не можем следовать плану, который нам все время предлагают, мы не можем отдать Крым и Восток, мы не можем отдать свою территорию. Ну да, да. Что касается, значит, покушений, а, собственно говоря, кстати, всегда риторический вопрос, почему, а это совершенно очевидно, что покушения на Зеленского готовятся, готовились, будут готовиться, почему ответные нельзя организовывать покушения на Путина и так далее, совершенно непонятно. Просто тут уже как бы все логично очевидно, что идет война, и как бы военного лидера, военно-политического лидера, конечно, хотят устранить Москва, да, и в первый период войны, да, и они не оставили эти планы, сейчас просто возможности, может, нет. Почему-то на Путина нельзя организовать покушения, ну, так по этой логике, почему-то на это, причем в одну сторону это возможно, а в другую это нельзя. Как вы понимаете, я как бы был бы очень счастлив и танцевал бы низкий краковяк, если бы такое состоялось. Ну, это очевидно, да, что тут говорить, а, так сказать, теперь, что касается Майдана-3, ну, погодите, они уже воюют, это лайт верхи, так сказать, попытки воздействия на политическое руководство через какое-то там возбуждение каких-то противоречий между военным и политическим руководством, которые, так сказать, провоцируются и так далее, тоже очевидно. Я не думаю, что желание-то у них есть у Москвы такой Майдан-3 сделать, а есть ли возможности? Вы понимаете, сейчас из того, что было, значит, до войны, этого ничего нет, да, там нет ни СМИ, нету Медведчука, нет ничего вообще из того, что какие-то прокси-агенты могли бы осуществить в отношении Украины и его общества, да. Поэтому я не верю, что это может состояться, потому что, ну, что говорить, придут люди и перестреляют просто всех, и все. Ну, армии, с фронта, вы понимаете, они же не будут разгореть демонстрации или чего-то, если увидят, что реально кто-то там пытается там дестабилизировать обстановку, с этим ведь не шутят во время войны, ну, просто не шутят. Вот народ сам разберется, так сказать, проголосует за кого надо, там, выберет кого надо, кого надо, отставит, а не так, что кто-то там с улицы забежит в здание там на Банково или в Раду и, значит, установит там свою власть. Так не будет. Так не будет, потому что времена изменились, и церемониться никто не будет. Поэтому будет пиф-паф. И что касается, собственно говоря, давления на Киев, оно, безусловно, оказывается согласиться на какой-то вариант плана, при котором потери территорий, так а он Зеленский это не решает. Понимаете? Зеленский не может бесполезно на Зеленского воздействовать, что вот он скажет, да, я отдаю ей там Крым, там Донбасс, бог с ним, с этими четырьмя областями, он не решает этого вопроса, как вот это не поймут, что его сразу уберут, и причем это не надо никаких майданов, будет другой какой-то военный руководитель, который скажет, нет, мы ничего отдавать не будем. Это непреодолимая и неперешагиваемая, значит, позиция общественного мнения в Украине. Надо его убедить. Но в России же нет гражданского общества, там вот это трудно представить. Нет, там просто не спрашивают. Смотрите, они там начнут войну, закончат войну, там вообще никого не спрашивают. Там вообще нет такой позиции, что, значит, а давайте поинтересуемся мнением общества, хочет оно или не хочет. Там не спрашивают, на войну отправляют, убивают, не убивают, отдают, прекращают войну, начинают. Это вообще нет ничего, понимаете? Там нет даже этого понимания, что надо у кого-то что-то спросить. В Украине же не так. В Украине не так. Ну, хорошо, да, там кто-то, может, на Западе даже из искренних. Не то, что они там антиукраинские настроены, что-то, ну, даже искренне. Ну, а как? Ну, как? Ну, мы же не справимся там, не подтянем это. Но это невозможно. Это невозможно. Нужно изыскивать способ, при котором Украина не соглашается на признание этих территорий российскими, но сама получает хотя бы членство в НАТО. Но ведь это зависит не от России. Вот принять эти 80%, о которых говорил Фок Расмус. Это что, надо Москву спрашивать, принять эти 80% в НАТО или нет? Контролируем Киеву территории, значит, которую занимает, собственно, подконтрольное правительство в Киеве, значит, территорию Украины. Разве надо у Москвы спрашивать это? Вот тоже интересная логика. А давайте вот мы вот вступим, соответственно, в НАТО этим 80% территория, а за это как бы дадим 20%. А почему надо отдавать 20% и не принять в НАТО сейчас эти 80%? Почему надо спрашивать об этом Москву? Простая логика. Ну, вот это, кстати, касается его интервью на Fox News, потому что как раз там у него спросил журналист Узеленского, готов ли он с Трампом встретиться и там выслушать его план. Он говорит, в принципе, я могу встретиться и выслушать план. Почему бы и нет? Но то, что Трамп предлагает там в 24 часа закончить войну при условии, что эти территории отдадут, это нереально, невозможно. И поэтому, собственно говоря, о чем говорит, да? Да нет, ну, все вот эти фантастические планы, они натыкаются на одну простую вещь. Москва-то не этого хочет. Люди исходят из рациональных соображений, что что такое договоренность, что такое соглашение. Это взаимный компромисс. Ну, как это нормальные люди понимают. Это нам, это вам, и мы разошлись. Москва вообще не этого хочет. Что хочет Москва? Демилитаризация, деноцификация, геополитические реалии. То есть оставьте нам те территории, которые мы уже оккупируем. Значит, нейтральный статус. Никаких НАТО, никаких ЕС. Соответственно, там, ну, идут дальше уже второй государственный язык. Там наверняка амнистия всем, кому можно и нельзя. Отпуск военнопленных. А где здесь то, что делает Москва? А она за это что делает? Ну, простой вопрос. А мы за это что? И они отвечают. А мы за это на Киев не пойдем. Ну, они же больше ничего не говорят. Они же не говорят, что мы там освободим границу 24 февраля. Ну, бог с ним. Мы оставляем геополитические реалии. Эти 20% территории. Вы идете в НАТО. Ничего. Ничего. Поэтому, раз в такой ситуации Москва не готова идти даже на такие публичные компромиссы, примут их или нет, это второй вопрос. Значит, нужно явочным порядком, в одностороннем порядке осуществлять эти меры. А, ну, вы не хотите, ну, вам же предлагали. Мы же вам говорили. Давайте, вот как-то с НАТО. Все равно Украина уходит. Все, она не остается. Конец. Алис. Ну, вы могли хоть что-то получить там как-то еще где-то. А так вы не получаете ничего. Ну, мы тогда принимаем. Тогда мы вот на саммите предлагаем Украине вступить. Вот и все. Причем я вам должна сказать, Марк, что если сравнивать две позиции, например, позицию Запада и позицию внутри Украины, то я вам должна сказать, что украинцы проявляют гораздо больше терпения и гораздо больше мужества по отношению к этой войне. Потому что, там, готовятся к зиме, там, энергетики говорят, что они все уже приготовили, там, предлагают не паниковать, говорят, что не за всем следят и так далее. То есть, вообще-то наблюдается такое, знаете, единство нации. Казалось бы, Запад же находится, у вас не стреляют, у вас не бомбят, вас просят только помочь. И вы постоянно говорите об усталости, о том, что, а как же так и прочее, прочее. Понимаете? Смотрите, я лично это видел, как готовится. Я лично, вот, не надо ни у кого спросить. Я был в Одессе. Я был в Одессе, когда проехал линию фронта. В центре Одессы я давал интервью. Ходил, и я специально спрашивал, что это за будки стоят какие-то металлические, какие-то у каждого подъезда. Оказывается, что это уже готовится, вот, собираются подъездом денежки и закупают вот эти трансформаторные подстанции, которые в случае отключения электричества, значит, подают его на подъезд. И люди имеют там, что, свет, плиту электрическую и все. И так повсюду. То есть, люди складываются сами, им же не дают это. Но, наверное, где-то дают, где у кого денег вообще нет. А вот там, ну, в Одессе как-то еще, там, жизнь какая-то, люди, все, 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 все. И в центре дома, и везде стоят вот эти, значит, пацаны. Так как же они не готовятся? Как же они не полагаются на себя, а там все время адресуют государство, вы нам что-то дайте. Ну, что он может дать государство в условиях, когда ведет войну? То есть, люди сами активно, значит, как могут, ну, как могут. Они иностранные такие вот эти, будочки стоят, очень фирменные такие, все, значит, заклеены, все. То есть, все работает. Это говорит о том, что действительно народ умеет мобилизоваться. Все поддерживает. Но я вам должна сказать, частично задумчивость Запада, я объясняю вот этими всеми скандалами, когда, ну, историю с этим немецким журналистом-зайперем вы знаете, который от Мордашова принимал денежки, там, 600 тысяч на написание, там, каких-то книжечек, там, потом Газпром пытался подкупить журналистам немецких ради фильма о Швёдре, сначала телевидение общественное немецкое, они отказались. Ну, и, наконец, нашелся Зайпель, понимаете, который Хуберт. Вот. И он в 21-м году на прямой вопрос, брал ли он от русских деньги, они даже нашли немецкие журналисты, он отвечал, вы что, как вы можете себе позвонить. Как можно, да, да. Конечно, коррупция и такая грант-коррупция чиновническая, она, безусловно, существует. Что там говорить? Ну, а что Швёдр и Гарри, Швёдр тесными узами связан с эстеблишментом социалистической партии, с европейскими отдельными политиками, мы видим и то и дело этих европейских политиков, всплывающих с какими-то безумными в поддержку Москвы заявлениями антиукраинскими и так далее. Конечно, это всё существует, но люди слабы, понимаете, а до денег слабы особенно, понимаете. Занимать последовательную позицию принципиальную, отказывая себя в материальных удовольствиях, это удел очень сильных людей, понимаете, очень последовательных, очень, представим, волевых людей, которые являются личностями. В политике такие-то тоже есть, безусловно, которые готовы пренебрегать этим всем ради чего-то более высокого. Но, тем не менее, человек слаб, и Москва, вот как никто другой умеет на этом играть? Вот вы понимаете, вот у них это мастерство, доведённое до филигранного, потому что мне рассказывал один олигарх крупный в свои годы, 90-х годов, он сейчас живёт в Монако, он мне сказал, что ведь, собственно, протагонистом первым подкупать чиновников и всех был один из главных, это Абрамович, который, собственно, осуществлял очень многие операции по подкупу и так далее. Это же далеко не всегда делалось именно там непосредственно Кремлём. Всегда были свои прокси, свои агенты. И он и говорил, вы знаете, почему они денег не берут, европейские чиновники? Он говорил олигархам когда-то в своём кругу, люди обсуждают, потому что им никто ещё не предлагал. Вот и всё. Потому что раньше никто никогда в голову не говорил, а мы будем это делать. И они это делали. И очень успешно, понимаете? Там истории, особенно нулевых годов, ну, 90-х ещё поменьше денег было, может, как-то где-то. А в нулевых-то, когда нефть пошла, когда всё, и в десятых, это же потоком шла информация, понимаете? Ну, существует же эта знаменитая фраза Путина. Нет не тех людей для коррупции, есть не те суммы. Да, я думаю, так и есть. Так и есть. И поэтому они не жалели на это. Вот вспомните, как проводились Олимпиады, чемпионаты Европы, мира, извините, по футболу. Это всё за бабки делалось. Всё. Полностью. И надо отдать им тоже. Они денег не жалели. На это шли миллиарды долларов, и они понимали, это надо. Это надо делать. Нефть ещё накачаем. Народ ещё наработает. Дурачки, вон, Ваня, работай, давай нам накачай эту нефть, мы её продадим, а будем тратить куда захотим. Хоть на футбол, хоть на коррупцию, хоть на проституток. И мы должны честно сказать, это работало. Это работало и продолжает работать. Кстати, о проститутках. Бастрыкин сказал, что в Конституции надо прописать идеологию России. Что бы это, Марк, могло быть? Я не знаю, насилие, кровь, буча, тюрьмы, мир без геев. Что бы там было в этой идеологии? Именно потому, что я сказал Бастрыкин, я вам скажу, что он какое-то время, но это юристы поймут, но я попытаюсь на простом языке объяснить. Он был протагонистом, главным, так сказать, продвигателем теории объективной истины по делу. Это что значит объективной истины по делу? Я вам сейчас объясню. Потому, что в представлении судебном, процессуальном не существует объективной истины по делу. Все-таки это в состязательном процессе истина устанавливается путем спора сторон. И когда арбитром выступает суд, он, в общем, устанавливает относительную истину по делу. Абсолютно не существует никакой. Невозможно знать до конца, так это или нет, потому что это только в руках Бога. А объективная истина по делу, она предполагает, что вот следователь, он все расследовал. Он учел и за, и против. Понимаете? И, в принципе, в суде состязаться не надо. А что состязаться? Если следователь, он же объективную позицию занимает и за обвиняемого, и как бы учитывать, доказать против. Это в советской системе так было. Объективная истина по делу. То есть, все уже установлено, поэтому адвокатов не допускали до момента суда. Вот в советской системе адвокат поступал в процесс только на моменте завершения дела, ознакомливаясь с делом. А все происходило без адвоката. Это на проклятом Западе адвокат с момента задержания появлялся и сопровождал своего доверителя до конца процесса, до приговора, до обжалования и далее, и далее, и далее. Это да. В советской системе этого не было. Так вот, это, в принципе, предполагает, что адвокат-то как бы не нужен. Следователь все учтет. Он и за, и против учтет. Он тебе, дружок, поможет. Он все выявит. Он все в деле. Все в деле. Мы все исследуем. А уж там в суде, конечно, может адвокат что-то просить и так далее, и так далее. Пока это не про канала, но, в принципе, все к этому идет. Это просто возврат к советским порядкам. В которых состязательный процесс – это нонсенс. А что состязаться, кого с кем состязаться? Государство, оно же такое заботливое. Оно и обвиняет, но оно и защищает одновременно. Оно знает, как лучше. Не надо вот этого вот всего. Вот это все летит. Да, оно тебе беспокоится. Это уже все было. Кстати, о морализаторах. Знаете, как в ранних романах Пелевин писал своих, что если чиновник начинает говорить о морали, так и знает. Это проститутка и блять, понимаете. Абсолютно точно. Редактор запикивает. Глава Крыма Аксенов заявил, что, ну да, в регионе не планируют запрещать аборты, как они ранее заявляли. Но вот надо доносить до каждой женщины, реклама должна быть специальная, что аборт аморален. Вот прекрасно же, когда бывший бандит. Причем он же бандит такой классический. А там строят из себя Алешу Карамазова или еще что-нибудь в этом роде. Ой, да-да-да, это вообще, это у них мощно. Сейчас я посмотрел какой-то сюжетик, какой-то сидит попик и, значит, рассказывает, что и жертвам изнасилования тоже аборты делать не надо. Ну, понимаете, как бы, ну, наверное, он сам то ли был жертвой изнасилования, то ли насильником был. Вот я не знаю, как вот это. То есть, получается, даже в некоторых исламских обществах такого нет, в канонических, да, там все-таки понимают, как бы, ну, есть вещи, которые женщина должна сама решать. То есть, в конце концов, хочется она делать аборт, не хочется она делать аборт. Мало ли, какие вообще были обстоятельства. Что-то, конечно, может быть и несчастье, и драма огромная, да, избавление от ребенка, да, но вы же не знаете, что там было, как это было, что родится, как родится. Вам нужны солдаты, чтобы их вырастить и отправить в Украину подыхать? Вам нужны просто единицы боевые? Это понятно. Вот государству это надо, и поэтому борьба с абортами, это чаще всего, ну, задача для того, чтобы как можно больше было вот этих штыков, понимаете. Получается, они погружаются. Я вот говорил, в архаику погружаются. Все от Фегина там рассказывает про архаику, как будто прямо у нас там с бородами ходят, молятся колесу и так далее. А вот оно в этом выражается. Оно же не какое-то абстрактное, что там женское обрезание делать. Не об этом речь. Вот с этого абортирование прав начинается, да, когда вообще женщине отказывается решать, как и что, понимаете. Повторяю, там могут быть любые обстоятельства, женщина сама решает, да. Во многих случаях она просто оставляет ребенка, не обязательно ей председать изнасилование, но какие-то обстоятельства не позволяют ей, да, болезни там, еще что-то, неважно. Если лишить ее этого права, то государство, как минимум, которое говорит, а мы обо всех позаботились, мы видели, как они заботятся. Россия номер один, ну, по соотношению страна, где есть детские дома. И что происходит в этих домах, тоже все хорошо знают. Вот пусть нам сказки эти не рассказывают. В России все настолько чудовищно по этой части, чудовищно, я подчеркиваю, что ни одна нормальная вообще не согласится. Ребенка оставить, чтобы если вдруг ему готова на судьба отправиться в эти детские дома, то ничего путного из этих не будет. Они же пытаются изобразить, что они такие сильно христианизированные. Что вот да, конечно, безусловно, священное писание, оно каждую жизнь лелеет и понятно, хочет ее сохранить, это все понятно. Но мы живем все-таки не в божественном мире, прямо скажем. В нем столько зла и столько всего, что, мягко говоря, это далеко не парадайз. Мы пытаемся избавиться хотя бы от ада частично, который в этом мире присутствует, а не создать здесь рай. Как бы было бы хорошо в царстве небесном жить, но его нет. На земле все совсем по-другому устроено. И поэтому это в каком-то смысле еще и защитная функция. А уж если вы сильно хотите, чтобы женщины рожали и так далее, так вы не с этого начинаете, не с запретов. А вы вот начните платить деньги нормально, как на Западе их платят. Поддерживайте семьи материально. Не надо там рассказывать про это, мы рекламу им какую-то покажем. На, смотри. Нет, вы денег давайте, понимаете, которые вы разворовали и тратите на войну. 142 миллиарда они за год потратят прямых расходов на СВО. А что бы вы не отдали женщинам эти 142? Может, они бы и оставили детей, может быть, и рожали бы. Квартиры бы им купили там и все остальное. Нет, но вы потратили на то, чтобы убивать других людей, украинцев. Поэтому это такое лукавство, это такой позор, который, конечно, уже понятно, что Путин пойдет с этой программой. Уже ясно сейчас начнет. Ой, мы всех защищаем, семьи, там, женщины, то да сё, пятая, двадцатая. Все уже понятно. Куда это все? Это кнопку нажали в администрации президента. Это так все, он чихать хотел и на детей, и на аборты. Мы же понимаем, что у него в голове в основном. Но это такая программа, это такая установка, и они, собственно, по ней двигаются. И я думаю, что это движение, оно в сторону вот как раз-таки того, что, значит, новую какую-то идеологическую горизонт открыть. Вот такие, что вот мы теперь абскурантистская страна, у нас домострой, запрет абортов. Ну, вот осталось только женщин в паранжу одеть и, как бы, в бурку даже. И вот будет нормик. Вот это так и должно быть православный джихад весь вот такой. Такое же отношение сопровождает вообще всю Россию от начала до конца. От начала вот абортов и до конца вот это вот интервью с Прилепиной. Он, кстати, почему-то все больше на упыря становится физически похож. На него страшно смотреть прямо. Там что-то Собчак ему говорит. Вот у меня у подруги, сына, там, каждые пять минут звонит военное начальство и говорит, где он находится, и что там. Присылают СМС-ки. А в России же матери там по три месяца, не знаю, там, по полгода, где их дети. Ну, в такой стране мы живем, да, ну, вот вы и создайте там что-то тут. Ну, а чего тут сидите со мной? И создайте другую систему. И там меня еще поразила фраза его. Русские белые по недоразумению. Вы понимаете, что это означает? Он это пару раз повторил, там, три или четыре раза. Я даже не смотрел, конечно, но это... Я смотрела какие-то куски, но... Ну, потому что он же, как бы, вот, идеолог этого русского мира, и, собственно говоря, профессия такая, да, чтобы посмотреть. Вот. Ну, и он же был лучший друг Пригожина. Но на прямой вопрос, чем его убили, он начал там блеять что-то. Ну, он действовал не по правилам. Это еще не доказано. Убили, не убили. И вот, знаете, как невольно вспоминается извозчик Белинского. Ты видишь, говна какая, глядя на этого. Ну, что касается Прилепина. Я вот всегда не понимал, так сказать, этого восхищения. Я пытался читать этот Саньки. Давайте начнем с этого. Потому что тут все время подменяют одно другим. Саньку редактировал, говорят, и писал Лимонов. Лимонов ничего не могу сказать. При всем негативном к нему отношении. Это все-таки был писатель. Слов нет. Слов нет. Там есть ряд работ. Значит, что Саньки, что ботинки, вот это сборник рассказал полной горячей водкой вот этой, читать невозможно. Говорят, там, обитель, еще что-то. Я это уже не читал. Для меня, как правильно один сказал, что это не писатель, это ОМОНовец. Мне кажется, что это очень точная характеристика. Это действительно ОМОНовец. Поэтому его литературу талантов я вообще не понимаю. И этого прежнего раннего восхищения Прилепиным не осознаю. Что касается, значит, его идеологическую станцию. Так он ее менял сто раз. Он же начинал как, типа, националист крайний. Когда он был еще Евгений Лавлинский. Каким он является. Потом он стал, вы видите, Захаром Прилепиным. Ну, окей, ладно, пожалуйста, это имеет право. Значит, потом стал, вернувшись якобы из Чечни. Он там какое-то время находился якобы в ОМОНе. Тоже совершенно темная история, что он там делал. Значит, он стал редактировать газету в Нижнем Новгороде. И стал НБП. Вступил в НБП, стал, значит, сторонником Лимонового. Кинулся в национал-большевизм. В какую-то, так сказать, форму левореакционную. Которую, значит, держался. Потом его проклял сам Лимонов. Когда он начал ходить к Путину. Ну, его с рукав подтянул, как писатель. Все такое. Это ему Саньки сделали гигантский совершенно, так сказать, промоушен. Там даже Авин говорил. Да, я вот читал Саньку статью написал в «Русском пионере». И пошло-поехало. Вложили денег. Давайте раскручить. Это наш новый Солженицын. Еще хренота какая-то. Но он сам себя мнил Леоновым новым. Окей, ладно. Изображали, изображали. Но в итоге, ладно. Превратился в обычного придворного идиолога. Его как раз Лимонов в этот момент, значит, открыто сказал, что давай либо туда, либо сюда. Либо в нашу партию, либо при Путине вокруг. И тот как бы бочком-бочком и с этого дела, значит, съехал. Значит, с этого НБП. И превратился просто в такого паркетного, придворного такого писаку. Который, в общем, на мой взгляд, еще раз повторяю, абсолютно не писатель. Талантов я там никаких не вижу. Все это, так сказать, убого. На мой личный взгляд. Ни в какой ряд русской литературы я его ставить не хочу. Но сегодня в связи с этим покушением на него, да, его там, так сказать, взрывы машины, он, безусловно, получил дополнительные, так сказать, все возможные дивиденды от власти за это. Ему позволительно менять шкурку в день по 10 раз. То он, значит, с Пригожиным действительно нюхался. То теперь, значит, Пригожий не то, не сё. Значит, то ли его убили, а ты докажи. А, значит, он против правил системы пошёл. Ну, всё, что они протагонируют, кажущаяся вот этой цветистой метафорой про то, что русские по недоразумению белые, вот, это всё способ такого, знаете, обслуживания власти на уровне, значит, искромётной лексики. Не более того. Ну, потому что там немножко парадоксализм, абсурдизм, одновременно такая, значит, самость. Ни один из них не дотягивает ни до одного из крупных идеологов этой самой русской идеи начала Серебряного века, допустим. Да, и в последующем, в пореволюционные времена, в эмиграции, это что, это у нас Бердяев, что ли, новый народился? Причём Бердяев ниже ценят, как Булгакова, допустим, того же отца Сергия Булгакова, или там, не говоря уж о более крупных фигурах, Семёна Людовича Франка, или так далее. Нет. У них больших философов, больших идеологов нет. Нет этих талантов, понимаете? Их заменили как раз вот этими придворными писателями. Причём, да, в жанре постмодернизма оно как-то не канает привлекать Пелевиных и Сорокинах и тому подобных. А вот такие, которые в неореалистическом ключе вроде бы выдают типа русскую литературу, такую придворную, вот они востребованы на этом уровне и на этой почве. Ничего предложить они не могут, ничего внятного сказать не могут, потому что это не компонуется. Когда он говорит, да, я, конечно, говорит, украинцев убивал, у меня там Донбасс, на моё подразделение, как он, призрак, шмизрак, не помню, как он называл, нет, не его призрак, у него какие-то свои там. Вот. И после этого, значит, возмущаться, как же, вот писателя-то взорвали. А ты когда убивал, когда поехал, я что-то не понимаю, ты что там... Какой-то писатель-козёл, да. Ну, да, конечно, так сказать, а тут он сразу стал писателем, когда его взорвали. А ты что делал на Донбассе-то? Говорит, ну, меня подразделяем, мы столько убили украинцев, столько убили украинцев. Это он тоже, по-моему, давал это интервью Собчак или кому-то, я уж не помню, да, где он это всё рассказывал. Нет, он рассказывал, да, что он с 14-го года там занимается всем этим, он всякий сброд называет своими друзьями близкими, всех этих моторол и прочее, прочее. О-о-о, я делал... У него была большая трагедия, ну, вот, вот, так сказать, уровень этого человека просто. Ну, ты, конечно, только он не писатель, я повторяю, вот он кто угодно, ОМОН, я думаю, конечно, много всего такого фанфаронского, значит, он изображает больше, чем кажется, чем является, да, но, дружок дорогой, ну, так тебе по делам вот этот взрыв-то, а как ты хотел-то? Ты играешь с вещами настоящими, а пытаешься, значит, продолжать изображать и себя писать. Ты не писатель. Ты объект для теракта. И не более того, ровно потому, что ты сам в это во всё наступил, и сам решил в это во всё играть. Но если ты в это во всё играешь и убиваешь других людей, то жди такого же ответа. Почему же должно быть по-другому? Вот, вот, непонятная логика. Я, говорит, убивал. Ну, поэтому, вот, когда их вытаскивают, я думаю, что и Собчак сказали, покажи его, и так далее, изобразите дискуссию. Они её изображают. Это действительно даёт предмет. Вот мы это уже обсуждаем. А на самом деле это всё бессодержательно по той простой причине, что власть это всё делает только для отвлечения внимания, а не для какого-то реального, там, обсуждения. А надо ли это нам всё? А почему так вопрос не ставит? А зачем эта война? А зачем, почему её не прекратить? А почему, так сказать... Да, она таких вопросов не задаёт. Ну, конечно. Она задаёт по хвостам. А почему этих забирает? Вот, а он студент такой хорошенький, пригоженький, сладенький, гладенький. А вот его забирают. Или там ещё что-нибудь. Вот так он уже, ключи. Не дозвонишь по три месяца, там ещё. Вы издеваетесь. Сейчас уже генштаб ВСУ опубликовал, что 340 тысяч погибших. Ну, хорошо, пусть не 340. Хорошо, преувеличено. Хорошо. А 200 тысяч – это мало? Вот мне просто интересно, за 21 месяц 200 тысяч погибших. Что вполне реально. Это мало? Залужный говорил о 150 в иконном месте. Тоже мало? Хорошо. 100 тысяч – это мало? А я думаю, что это гораздо больше. Они этого не обсуждают. Запрещено. Ну, как же, нельзя. Ну, конечно. Но я вам скажу, что эта система даже опускает, по-моему, у тех, кто там претендовал когда-то на экспертность людей вроде этого, господи, Караганова, который читает о том, чтобы взорвать атомную бомбу. Ну, кстати говоря, Симоньян, которая говорила про атомную бомбу над Сибирью, оправдали, сказали, что никак ничего. Отказали в возбуждении дела, да. Девочку, которая ценники меняла в магазине, посадили на Сибирь. Три ценника, который никто не видел, дали 7 лет. Да. А это вот, так сказать, я не знаю, каким словом. Нет, там есть статья «Пропаганда войны». Ну, бог с ним. Я просто к тому, что, конечно же, понятно, что никто бы ее не привлек. И понятно, что все понимают правила эти. Все, значит, они, так сказать, что-то там пытаются изображать, нам что-то рассказывать. Значит, вот, смотрю, показывают, значит, эту свинью, значит, нет, 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 Памфилову. Памфилову. Вы знаете, сколько на меня вылили? Я с ней в одной фракции был в 93-м, 94-м, 95-м году. Она была министром социальной политики в фракции «Выбор России». И тогда во фракции говорит, что она, сука, такая подминтованная. Все знали, что она с профсоюзных дел, она там при Ельцине крутилась, там депутатами в том, что это было. Все знали, что она всегда с Лубянкой нюхалась под хвоста, как у нас говорят. И вот она, эта сволочь, значит, заявляет и говорит сейчас, типа, ну, там, предатели Родины, которые уехали вот из-за границы, иуды, там, за деньги иудины, там, они вот нам выборы мешают проводить президента, вот уже начали кампанию, выборы, говорит, президент. Она была омбудсменом, я вел дело, Савченко. И она в этот момент была омбудсменом. Вот. Когда она, значит, в интересах Лубянки постоянно говорила, ну, там, у нее все хорошо, это хорошо, вообще не надо, никаких политзаключенных нет. Когда я, значит, говорил, что это просто подминтованная скотина, значит, вы знаете, как меня поливали правозащитники московские? Говорили, что Фегин, это такой мерзавец, он вообще, он всех поливает, он мерзавец, он постоянно всех обзывает. Вы посмотрите, как он себя ведет, такие немецкие адвокатурные. А сейчас все молчат, понимаете, все молчат. Я говорю, это Светоч, Светоч. Я не буду называть фамилии, потому что я с ними в нормальных отношениях. Они сейчас тоже, как и я, иноагенты здесь находятся за границей, кто во Франции, кто в других местах. И что так они говорят? И Лукин замечательный, и вот это вот, значит, Памфилов замечательное. Все, вот это такие Светоч, благодаря им все. А теперь она, эта свинья, значит, хуже какого-нибудь Медведева заявление делает, понимаете? И это не то, что она там абстрактно глава цик и чего-то, да? Там людей фактически сажают за такие вещи, когда она что-то такое произносит, понимаете? Там на выборах и так далее. Берут за щупы лица и так далее. Ну да, такая Мизулина номер два. Конечно, да. Причем она прям вот такая, бойбаба, так сказать, против всех агентов Америки. Ну, она уже под санкцией, весь набор. Но я к тому это говорю, что они все были такими изначально. Они не стали такими, они были ими. Вот это правда, она сейчас, как вот, знаете, проявлитель, софиксаж, как это, я не большой фотограф. Она раз и проявилась, и все видят, а мы-то как-то думали. Она была тогда уже, знаете, с ними разбираться-то, а не сейчас. А сейчас уже поздно. Это правда, это правда. Ну и знаете, что в финале, спрошу у вас, Марк, вышла новая книга Пелевина, она называется «Путешествие в Элевсин». Я еще ее не читала, но начала только читать. И, ну, как всегда, его привлекает, он так все больше становится фантастом и Гарри Путером. Очень сильно отличается от своих первых романов. Но вот это вот, его по-прежнему занимает тема, там, реальности и симуляции, да? Да. Симулирование, симуляции реальности. Вот как вы считаете, ведь сегодня это тема номер один. Поскольку мы живем, так сказать, в мире постправды, так сказать, и в мире полных фейков, мне очень важно объяснить зрителям, как отличать одно от другого, на самом деле, там, реальность от правды. Это самое тяжелое, потому что информационный фронт, я считаю, он один из самых важных. Вот что в голову, если люди вложат, то и будет в будущем, на самом деле. Ну, сейчас общество вообще правды проигрывает. Прямо скажем, будем честны, она все время проигрывает, потому что зло куда изощреннее. Вот в смысле информационном, в смысле обмена, в смысле создания какой-то постправды, постреальности и так далее проигрывает. Почему? Потому что, правда, неприятнее, она обязывает к чему-то, нужно что-то делать, если это действительно все так, ну, это, значит, ну, как-то это надо менять, а хочется этого избежать все время, понимаете? Мы это каждый раз наблюдаем, вот у нас русская оппозиция в эмиграции, значит, когда начинают обсуждать какие-то вот вещи фантомные, да, а нереальные, потому что удобнее, безопаснее. Это же не то, что взять оружие, идти в Белгородскую область, а так, вроде как, мемчики какие-то, давайте вот информационно воздействовать, еще что-нибудь. Конечно, естественно, в этих условиях правда всегда проигрывает, в противостоянии сложию или, так сказать, маскирующийся под правду или под реальность каким-то нарративом, который создается там из страха, из угоды безопасности, вот чтобы вот как-то не коснулось, как-то не обязывал меня к чему-то. Что здесь можно делать? Вы знаете, я все-таки в силу индивидуализма, я считаю, что эта проблема внутри каждого решается отдельно, невозможно не выработать никакого коллективного рецепта противостояния, вот такого эффективного, который, а давайте создадим, как у нас говорят, правильное СМИ, и оно будет правильно все освещать, вот сейчас модно это обсуждать, и вот на России будем вещать, и люди проникнутся, понимаете? То есть, а давайте вот... Нет, это так не работает. Нужно, возможно, я предполагаю, довести все до абсурда, такого абсурда, который не оставит места ни для того, ни для другого. Чтобы вот в общем аду каком-то, вот в России, ей надо пережить этот катарсис, в виде того, что все против всех, война против всех, резня и все остальное, потому что это единственный способ разрешить все проблемы, и проблем фейковой постправды, и одновременно, значит, иллюзии пребывания в каком-то благополучии, одновременно же ощущение того, что нас это не касается, пусть это где-то война бушует. Нет уж, надо погрузиться вот в самый ад, там, где нет шанса даже для снежинки, для того, чтобы понять, что настоящее, а что нет. Потому что вот в условиях войны очень сложно, вот прямо на передовой какая там правда, не постправда. Вот там все конкретно. Да. Там стоит... И все. И все. Пули не бумажные, как говорят на фронте, понимаете? И тут сразу начинается реальность. Возникает. О, а вот, ну как же, ну это же вот так же. Причем для тех и для других. Ну, понятно, у Украины там свое. А для этих-то вот, которых отправили, ему говорили, да, там вообще скоро вернетесь домой. И тут он приезжает, и его там с дрон, самая невинная, бац, и нет у тебя гранатой. Бац, и пустили на штурм, как на мясо, да. И вдруг человек понимает, ой, меня обманули, а уже поздно. Поздно, дружочек. Сможет ли этот пример дать какое-то понимание всем оставшимся? На таком этапе, возможно, нет. Но когда-то, через время, то есть пережив это все, безусловно, конечно, оно возникнет. Рано или поздно, когда тебя это коснется, ты поймешь, где правда, а где фиг. И мне кажется, что все попытки как-то технологически с этим справиться, они натыкаются именно на вот закупорку этого сознания. А почему мы не можем достучаться, вот я на своем канале, до этих, значит, биоорганизмов в России, которым объясняешь, объясняешь, показываешь. Они либо не хотят это слышать, либо это слышат, и у них внутренний голос совершенно другой говорит. Но, видимо, так сказать, мы имеем дело действительно с феноменом, который не преодолевается путем какого-то антитехнологии. Да, вот у них та пропагандистская технология, а у нас другая. Мне кажется, что этот путь исчерпан, то есть он не получился. Наверное, нужно погрузить в еще большую кислоту человека для того, чтобы он ощутил дискомфортность, невозможность этого состояния. Ну, вы сказали ключевую фразу, пока их это не коснется. Ведь в России в большинстве своем практически не касается война, в большинстве. Они ее не чувствуют, потому что они не видят, как умирают, они не видят киши, мяса, мозги на асфальте. У них они не видят мертвых детей, своих собственных, понимаете? И тогда, мне кажется, вот если бы они все это увидели и соприкоснулись с большинством из них, я думаю, совсем по-другому посмотрели на войну. Ну, я уверен, что так, потому что, смотрите, простой пример. Вот много обсуждают, и в украинском экспертном сообществе, ну, не только там. Вот вышли матери, они там пять человек в пикет встали, там, вот верните наших, там, матерь, жены и так далее. Вот они ротацию, то, то, все, верните. Ну, это же вот же, вот же как же, это же какое-то новое движение, вот раньше не было, сейчас власть с этим борется. Но, опять же, это же капля в море. Ведь, как они сами говорят, мобилизован 320 тысяч. Ну, 320 тысяч – это вообще небольшая цифра для всей остальной России. И самое главное, вы смотрите, ведь им никто не сочувствует, никто вместе с ними не присоединяется, даже у тех, у кого не забирают мужей. И даже, может, им не грозит, может, у них мужей нет. Ну, они, действительно, возмутительно, вы что же, верните домой и так далее. Люди абсолютно к этому индифферентны. Они не имеют массовой поддержки, потому что всем все равно. Это у вас там мужья, а нам вообще начихать. Понимаете, Россия настолько разряженная, такое разрозненное общество, разобщенное, что в нем, в принципе, собрать, сегрегировать эту массу невозможно, как минимум под лозунгами того, что, значит, верните мужей, вот они там дольше воюют, чем положено, там контракт уже закончился, или там, не знаю, там мобилизация закончилась, мобилизационный срок. Вот что, вот даже далеко ходить не надо. Мне даже кажется, Марк, что во время афганских событий сопротивление было сильнее в обществе. До известной степени. До известной степени. Но власть рефлексировала, она очень аккуратно сверла. Я очень хорошо помню это время, когда у меня там в школе там висели таблички, там погибали молодые люди, которых призывали, срочники воевали, это не какие-то там, да, там писались заявления, ты должен добровольно был написать заявление, что ты согласен отправиться в этот ограниченный контингент, выполняя интернационального долга, там 100 тысяч всего был контингент, этого в Афганистане, не такой большой. И погибали и так далее, но роптание было, хоронили в закрытых гробах, ну, что-то они там, как так массово погибают. И приятели у меня, прошедших Афганистан, было. И, конечно, сразу же стали возникать ветеранские сообщества, землячества, они были. Как-то пытались как-то друг другу помогать. Даже еще в советские, повторяю, в советские, не говоря уж там, когда уж началась перестройка, там вообще масштабно было. С 85-го, с 86-го года там уже во все бушевало. И, в общем, как бы выводили войска из Афганистана, еще при Горбачеве, понимая, что дальше тянуть это все не надо. Не надо, потому что оно росло, это движение. А о чем мы там делаем? Потому что приезжали люди и говорят, слушайте, там бесполезно что-либо делать. Зачем это нам надо? Зачем там насаживать какую-то советскую власть? Сейчас ноль в России вообще просто. Ничего вообще, вообще ничего. Так нет, даже в Чеченскую войну было, это при мне было, я в Чечне был, так сказать, во время войны, там встречался, все, на фронте был. Было там движение солдатских матерей? Его вообще сейчас нет. Ну, понятно, другие времена были, к ним прислушивались, а сейчас этого вообще нет в помине. То есть оно полностью под контролем. В Лубянке их просто нет, как организации, как сообщества людей. Ничего нет. Вот и все. Ну, вот есть ощущение, что для России это все очень плохо закончится. Спасибо большое. Да, не на что. Огромное спасибо за поддержку Украины. До встречи. До свидания. До свидания. Всем всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!